Здравствуйте, друзья! Я Михаил Петренко. Это проект Монтенегро «Один день вместе с СМ». Я в баре. Сейчас я иду на встречу со Светланой Замотиной, занимающейся здесь недвижимостью. Светлана, что вас привело в Черногорию? У нас ребенок родился с пороком сердца. Болели постоянно, каждую осенью весну мы лежали в больнице, и нам все врачи в один голос сказали, ребята, на море. Вот, собственно, так вообще, так скажем, стали выбирать какой-то курорт на море. И наша родная тетя в 2001 году отдыхала в Черногории, посоветовала нам поехать в Черногорию, посмотреть, что за эта страна. Она была безумно влюблена в эту страну. Чистая экология, природа, красота, похожий, так скажем, славянский язык. Мы приехали сюда для пробы в июне месяце. Приехал муж, тоже сразу влюбился, пригласил нас. Мы уже окончательно приехали в августе, искали параллельно недвижимость здесь. На тот момент рынок недвижимости был очень такой стихийный и дикий, можно даже так его назвать. Столкнулись со множеством проблем. Ничего не знали, приехали. Законов не знали, языка не знали. Русских риэлторов было на тот момент очень мало. В основном были черногорцы. Так как мы не знаем их менталитета, как с ними, так скажем, сотрудничать, тоже было сложно. Впоследствии мы узнали, что в продаже недвижимости в цепочке бывает по 5-6 человек. То есть, соответственно, каждый человек на этом зарабатывает. И захотелось основать агентство недвижимости более серьезное, где оговорен четкий процент, который зарабатывает агентство, быть честными и откровенными с клиентами своими. Думаю, со мной согласятся все бизнесмены, что законы в России пишутся так, что если их соблюдать все до единого, то можно бизнес и не начинать. Останешься еще и должен государству. Поэтому и появляется коррупция вплоть до самого верха. Или, точнее, с самого верха. А как с этим дела обстоят в Черногории? В Черногории, я бы сказала, что все-таки больше по букве закона делается. Для этого опять же есть. У нас есть бухгалтер, который занимается бухгалтерскими услугами. Все, что касается стороны закона бухгалтерии, причем здесь не может. Допустим, у нас в России может быть директор и бухгалтером, и вести сам самостоятельно бухгалтерию. Здесь это невозможно. Здесь бухгалтер должен быть лицензированный, соответственно, он и занимается бухгалтерией. Также юрист. У нас есть юрист в агентстве недвижимости. То есть, конечно, мы соблюдаем всю букву закона. Опять же, когда мы приехали покупать сами недвижимость, здесь не было нотариата, вообще такой структуры не было. Сейчас все делается через нотариат. Допустим, чистоту сделки раньше проверяли только риэлторы. Как они проверят, насколько захотят, на что-то глаза закроют. Сейчас же нотариус, он обязан, мало того, что он имеет лицензию, он несет уголовную административную ответственность за свои сделки. Соответственно, он проверяет частоту сделки, риэлторская компания проверяет частоту сделки. И в этом плане клиент, получается, безопасен уже с двух даже сторон. К бизнесу и вопросам покупки недвижимости мы еще вернемся. А сейчас давайте поговорим о местных традициях. Каждый черногорец начинает утро с маленькой стопочки раки и чашки кофе. Пьют они его час. Обычно вместе с сигаретой. Народ такой достаточно курящий. У нас даже вплоть до того, что есть бабушка, которой 75 лет. Она приезжает сюда только на сезон, а не в сезон живет в Сербии. Каждое утро у нее начинается с маленькой стопочки раки. Так аккуратно, вальяжно, не торопясь. Она пьет чашку кофе и выкуривает одну единственную сигарету в день. Это целый ритуал. Ритуал черногорцев. Как выглядит обычный день риэлтора в России, мы можем представить. А вот какой он у вас в Черногории? Мой день начинается с того, что я ожидаю няню. У меня маленькой дочки всего полтора года. У нас есть няня, которая ухаживает за ней. Приходит няня, я кормлю завтраком всю семью. С среднего ребенка, ему 5 лет. Отвожу в садик, детский сад. Сады здесь тоже есть разные. Черногорские, смешанные, русские. Мы ходим в русский садик. Отвожу его в сад, заезжаю в свой офис. И начинается мой трудовой день. Работаю я до 5 часов. Ровно до такого времени, до скольки работает садик. Садик рядом. Мне прям повезло очень. В двух шагах. У меня детский сад и офис. Забираю ребенка с детского сада. Мы едем гулять. Со старшим ребенком. Потому что с младшим ребенком в основном занимается няня. У нее и прогулки есть, и детские комнаты они посещают. А с средним ребенком мы заезжаем, прогуливаемся. Вечер – это обычный трудовой день. Мы здесь работаем. В выходные дни мы стараемся выезжать. Стараемся либо на север уехать с страны, либо на Скадарское озеро поехать, либо в Подгорицу. Стараемся вообще. Очень много путешествуем. И живем здесь 8 лет. Для себя вот то, что мы открываем интересное, каждый раз мы находим уголок, в котором мы еще не были. Многие опасаются переехать в Черногорию, думая, что здесь нечем заниматься ни самому, ни детям. Так ли это? Когда мы приехали, да, здесь, конечно, была так плохо развитая инфраструктура. Сейчас появились детские площадки, есть и занятия для детей. Пожалуйста, как бы, допустим, Елисея вот 5 лет мы водим и в художественную школу, и в керамику. Он лепит очень хорошо, так скажем, обжигают это все, именно керамическое. Затем, как бы, младшую дочь, например, я собираюсь отдавать в балет. В баре есть балет. Это очень интересно, уже ходили, так ознакомились с этим. На самом деле, все, что есть в России, как бы, кружки, чем заняться детям, здесь есть все. Только успевай это делать. А все это организовывают русские или? По-разному. Есть, допустим, балет, это абсолютно не русский, это Черногорский балет. Вот, керамику мы ходим, это русская женщина приехала, здесь организовала кружок. Художники, тоже про художников могу интересно рассказать. Значит, в старом баре, вот здесь, кстати, недалеко, находится картинная галерея нашей русской из Санкт-Петербурга женщины. Час занятия примерно 5 евро. Бывают английский подороже, может быть, 10 евро, вот английский стоит, и все остальное 5 евро. У нас есть друг семьи. Так скажем, его творческое имя – это Михаил Гинсбург. Он здесь в 42 года для себя узнал, что он умеет рисовать. Всю жизнь занимался строительством. В 42 года он открыл в себе вот этот потенциал. Причем, когда он пошел учиться достаточно таким мастерам, художникам именитым, то, ну, мягко сказать, они были удивлены. То есть сейчас он рисует все, причем он пробовал все виды, да, там и акрил, и постели, и масло. То есть как бы ищет себя в этой, так скажем, сфере. Участвует сейчас во всех выставках, собирается на выставку в Париж. То есть, ну, вот так вот судьба сложилась. Нашел себя он в Черногории в 42 года. По-разному у людей судьба складывается. Давайте вернемся к разговору о недвижимости. Какая минимальная сумма должна быть в кармане, чтобы переехать в Черногорию? И что за эти деньги можно купить? Семья из двух человек, да, как бы, и которым достаточно, допустим, однокомнатная квартира. И, ну, допустим, мы будем рассматривать это все-таки новое, да, то достаточно для покупки недвижимости в Барской Ривьере 50-52 тысячи евро. Вот. Если же рассматривать, все зависит от места. Смотрите, как бы, Барская Ривьера, она вообще на данный момент, как бы, самая дешевая по покупке недвижимости. Почему? Объясню. Залив, Герцог Новик, Оторский залив, Будва. У них очень узкая береговая зона. Земли, как таковой, уже, ну, практически не осталось. Она осталась, конечно, на первой линии. Сами понимаете, первые, там, две-три линии, они очень дорогие, как бы, земли фактически остается меньше. Бар – это единственное место, которое равнина, большая равнинная площадка, которой земли еще достаточно. Соответственно, стройка, покупка земли и себестоимость квартиры выходит ниже, чем в остальных регионах Черногории. Вот, поэтому, если бюджетно переезжать, да, как бы, то, конечно, совет – это Барская ривьера. Поскольку для большинства русских в России, скажем так, ежедневного доступа к морю нет, то, приезжая сюда, все хотят купить жилье поближе к нему. Плюсы понятны – красивый вид, шум и запах моря, особенно, когда тепло и нет штормов. Можно выгодно сдать туристам. А вот какие минусы покупки жилья именно для себя – близко к морю? Минусы именно проживания, допустим, очень близко к морю – 200-300 метров. Это как раз-таки вот сырость, влажность, шторма. И почему люди пугаются, допустим, жить в километре, в полутора. Допустим, мы сами живем в двух километрах от моря, ну, если быть точно 1800 метров. И абсолютно нас это не пугает, потому что все-таки Черногория, она предусматривает машину, автомобиль. Потому что автомобиль – все, как бы ты не завязан на месте проживания, буквально пять минут и находишься на таком пляже, где нет абсолютно туристов. Летом, в сезон, когда пик сезона, когда на городской пляж не пробиться. Это автомобиль, и все проблемы, собственно, решены, где вы живете. Близко к морю, далеко от моря. То есть, как бы минусов, как таковых, сильных нет. Ну, понятно, если вы хотите там огромную виллу со своим причалом, конечно, это там первые две линии, да, как бы. Но, опять же, вот для бюджетных вариантов не надо пугаться километра и полутора километров проживания от моря. Какие сейчас тенденции на рынке недвижимости? Сейчас вот такая тенденция пошла, очень много людей покупают в жилых комплексах, а там же управляющая компания, соответственно, как бы обслуживание. Вот обслуживание начинается от 70 центов за квадратный метр, заканчивая двумя с половинами евро за квадратный метр. Разные управляющие компании, разные, так скажем, владельцы, да, есть британцы, есть австрийцы, застройщики, есть русские. В жилых комплексах вообще строят как большие квадратные метры, то есть все-таки они заточены не на бюджетный вариант. Вот они имеют, естественно, свой бассейн, да, вот свою управляющую компанию. Это люди уже выше среднего все-таки достатка. Ну, допустим, если взять 60 квадратов, цена начинает 580 тысяч примерно. Если же мы рассмотрим, допустим, как бы содержание обычной квартиры в многоэтажном доме, да, вот допустим, вы купили там за 50-52 тысячи евро квартирку, то здесь получается, как таковой квартплаты в Черногории нет, как это принято в России. Здесь столько оплата, значит, электроэнергии, сколько нажгем, и воды. Кроме расходов на воду и электричество, есть ли какие-то еще ежемесячные или ежегодные платежи и в каком размере? Годовой налог на квартиру и на дом, и на участок присутствует. Ну, допустим, на небольшую квартиру годовой налог, все зависит, опять же, тоже сложно говорить, все зависит от зоны, где находится первая линия, не первая линия, там центр города, не центр города, там два километра, не, ну, в общем, все привязано к зонам. Вот. Если возьмем бюджетный, опять же, вариант, что это где-то там 800 метров от моря, чуть-чуть удален от центра города, то годовой обслуживание будет 70-80 евро, не больше. А что с видом на жительство? В каких случаях я его могу получить? Какие документы и сколько это стоит? При покупке недвижимости любой иностранец автоматически получает вид на жительство. Вид на жительство, значит, позволяет без ограничений, без получения визы жить целый год в Черногории, при этом каждый год продляясь. Вид на жительство – это абсолютно бесплатно, там есть такса, такса примерно около 40-50 евро, там каждый год тоже она меняется. В месяц или в год? В год, в год, это оплата, вот сбор документов, так скажем, как бы, там оплачиваешь государству эту таксу пошлую. Каждый год то же самое, весь пакет документов примерно одинаковый.